Приветствуем всех, кто в эти минуты с нами в эфире ИТВ. Главные новости об Украине в студии Елен Чебак. 63 провокации и 5 раненых бойцов в штабе подытожили очередные сутки на фронте. Оживились боевики на Луганском направлении. Там минометным огнем накрыли украинские опорные пункты в районе Донца. Это дачный поселок возле станицы Луганской. На Донецком рубеже обстановка напряженная по всей линии фронта. Пророссийские наемники применили тяжелое вооружение на Светлодарской дуге под Горловкой и Авдеевкой. А в направлении Мариуполя обострение в Маринском районе. Там боевики неоднократно использовали бронетехнику и минометы. На юге ситуация по-прежнему напряженная. Днем и ночью боевики активно нарушают режим тишины, преимущественно из легкого вооружения. С 16 и до 20 часов ненаметный огонь вели по Павлополю и Водяному, а по Гнутово артиллерийский. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрела, в том числе 7 из тяжелого вооружения. Тела трех героев, которые погибли, спасая побратима, доставлены на подконтрольную Украине территорию. После пяти дней переговоров боевики вернули погибших военных в рамках гуманитарного проекта «Эвакуация-200», сообщают в штабе ОТО. Напомню, трое украинских защитников погибли 1 мая под Светлодарском. Годовщина Болотная. Пять лет спустя самой массовой акции протеста против российского правительства и Владимира Путина. Активисты и оппозиционеры снова вышли на митинг. Что удивительно, само шествие санкционировали московские власти. Место проведения акции было окружено временным металлическим ограждением. Людей пропускали только после досмотра полиции. Участники требовали освободить политзаключенных, защитить права людей и прекратить репрессии. Также бывший узник Ильдар Дадин призвал прекратить враждебные действия в Украине. Напомню, 6 мая 2012 года, накануне третьей инаугурации Путина, на Болотной площади в Москве прошли акции протеста, после которых начались массовые беспорядки. В дальнейшем несколько десятков россиян, участвовавших в митингах, получили реальные сроки заключения. Москва отказывается выполнять решения Совета Европы по Крыму. Российский МИД официально заявляет, оно ничтожно и к ним не имеет никакого отношения. Напомню, 3 мая руководящий орган Совета Европы, Комитет министров в Страсбурге выдвинул ряд требований к Кремлю. В частности, отменить запрет Меджелиса, разрешить лидерам организации въезд в аннексированный Крым и прекратить нарушать права человека. Реакция Москвы не стала неожиданностью, заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, Россия традиционно игнорирует международные обязательства. В то же время Джемилев заверил крымский вопрос и дальше будет подниматься в различных организациях. Если бы то государство, которое называется Российской Федерацией, было бы цивилизованным государством, которое соблюдает международные нормы, то не было бы вообще ни оккупации, ни было бы войны с Украиной, ни было бы наших жертв, около 10 тысяч, ни было бы разрушений на сотни миллиардов долларов. И уже российская сторона заявила, что не будет выполнять, потому что оказывается все неправильно, потому что там крымские татары все хорошо живут. А Меджиз – это экстремистская террористическая организация. И все. Но бесспорно то, что это решение, образно выражаясь, является и суммым вкладом в копилку для оккупации Крыма. У крымских татар сегодня национальный праздник – хидр-лес. Один из самых больших у тюркских народов. Гулянием уже готовится в аннексированном Крыму. Для видимости массовость оккупационной власти свозят школьников и госслужащих автобусами к местам, где проводятся мероприятия. Тем самым Россия хочет показать, что выполняет решение суда ООН, отметил глава Меджилиса Рифат Чубаров. Он призывает игнорировать проводимый российскими оккупантами хидр-лес, который проходит на 25-м километре трассы Симферополь-Бахчисарай. Четыре фигуранта так называемого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир останутся в СИЗО до 11 июля. Решение принял Верховный суд аннексированного полуострова. Судилище над крымскими мусульманами проходит в закрытом режиме. На заседание не пускают даже родственников. Сторона обвинения не называет причин продления ареста. В мае прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман. В результате по обвинению в терроризме задержали четверо бахчисарайцев. Сотрудники ФСБ подозревают их в участии в Хизбут-Тахрир. В России эта организация признана террористической. Курортный сбор за поездки в Крым. Окупационные власти полуострова смогут взымать с уристов дополнительно по 100 рублей в сутки. Это около 2 долларов. Правда, идею должна одобрить Госдума. К так называемым операторам курортного сбора причислили гостиницы, санатории и частников, которые сдают жилье. Всех уже внесли в специальную базу. Отчитываться за курортный сбор будут местные власти. Из Украины в первые дни мая желающих попасть в Крым немного. По статистике Госпогранслужбы пассажиропоток снизился на 60%, в транспортный – на 62%. Всего за майские праздники админграницу с полуостровом пересекли меньше 10 тысяч человек. Тенденция сохраняется. Около 600 участников со всех регионов Украины. Финал школьной волейбойной лиги стал самым массовым в истории соревнований. На открытии побывала и наша съемочная группа. Уже само выступление в финале – победа для школьников. Ведь в предварительном отборе участие приняли 100 тысяч детей. Донецкую область представляют две команды – из Родинского. Говорят, волейбол у них в городе очень популярный. Капитан команды Ростислав летающим мячом увлечен уже 8 лет. Тренируется ежедневно. Мы готовились к этому этапу очень усердно и старались побеждать. У нас была область недавно, и мы ее выиграли. Всех выиграли по тренировке. Команда очень хорошая, тренер очень хороший. Он нас подготовил духовно, морально. Мы готовы выиграть эти соревнования. У землячки Ростислава Анастасии дедушка – тренер по волейболу. Игрой девушка увлечена со второго класса. Без нее уже не представляет свою жизнь. Желание победить придает усилий, дух спортивный. Главное – участие, но победа важна. После церемонии открытия участники ждут жеребьевки. Многие встречались друг с другом на других соревнованиях. Наши донецкие знакомые уже играли с командой Полтавской области и не прочь встретиться еще раз. У представительниц Сумщины тоже имеются товарищи на турнире. Мы уже занимаемся где-то приблизительно 5 лет. До таких соревнований мы выезжаем впервые, и для нас это уровень. Мы бы хотели сыграть в Харьковской области. Мы занимаемся пляжным волейболом, мы встречались уже на таких соревнованиях. Для организаторов турнира важно не просто определить победителя, но и разглядеть среди более полутысячи школьников настоящие таланты – потенциальных игроков национальных сборных. Чем интересен этот турнир, что это не, если можно сказать, сегмент детской спортивной школы, это профессиональный такой уже сегмент волейбола, то общеобразовательные школы позволяют увидеть таких самородков, которые просто не проходят через вот такой отбор. И мы можем за счет массовости получить более качественный продукт, если можно назвать волейбол продуктом. Соревнования продлятся до 8 мая, и по их итогам определяют четыре команды-победительницы и лучших в номинациях – нападающий, либера, связующий, блокирующий и самый универсальный игрок. И пускай не все ребята в будущем станут профессиональными волейболистами, но любовь к этому виду спорта навсегда останется в их сердцах. Это все новости к этому часу, но мы не прощаемся с вами и готовим следующий выпуск. Для того, чтобы знать об Украине больше, оставайтесь вместе с ВИТВ и не пропустите главного. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok